12 часов и 6 минут в Кирове продолжается программа «Мужской понедельник» Николай Голиков и Владимир Сметанин. Мы сразу же нашу гостью представляем Светлана Шумайлова, руководитель детского космического центра. Светлана Витальевна, добрый день. Добрый день. Не могу не сказать, что сегодня знаковая дата для нашей встречи. Сегодня 161-летие со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Неспроста, неспроста. Здесь когда-нибудь что-то спроста бывает. Здесь всегда что-нибудь подоплека есть. Да, у нас еще относительно новое учреждение, детский космический центр. И вы уже были, в частности, в нашей детской программе «Открывашка». Относительно новенькое совершенно. Новенькое, да. Вот мы сегодня решили еще раз посвятить передачу этому учреждению, поговорить о планах, о том, что происходит. Периодически появляются в СМИ сообщения. В частности, говорилось о том, что вы чуть ли не развитием туризма будете заниматься. В частности, формированием групп для экскурсий в звездные городоки, на космодром Байконур. Но это лишь только часть, безусловно, деятельности детского космического центра. Итак, давайте по порядку. Учебный год стартовал. Давайте начнем с того, можно ли к вам сейчас уже попасть на занятия. Или уже группы уже все сформированы, либо вы идете на встречу и как-то еще пытаетесь учесть интересы родителей и детей. Детей и родителей. Учебный год начался, но, тем не менее, мы приглашаем и детей, в первую очередь, и родителей, которые желают своих детей в наши технические кружки, технической направленности устроить. Собственно говоря, да. Поскольку мы понимаем, что у нас есть ресурс для того, чтобы брать еще больше детей, и мы будем открывать дополнительные группы, если это будет необходимо. Поэтому, если кто-то из родителей или кто-то из детей только сейчас услышит информацию, все равно можно обращаться в детский космический центр на нашем сайте, в группе ВКонтакте активно ведется и переписка, и информация в режиме онлайн практически, для того, чтобы можно было еще ту тему, которая тебе интересна, захватить на целый год. А учебный год, конечно, он для учреждения культуры, как музей, собственно говоря, актуален, без сомнения, но творческий сезон у нас длится круглый год. У вас такое двузначное, получается, учреждение. Многофункциональное. Многофункциональное. Это музей, да, вот как бы, двузначное учреждение, как бы, дополнительного образования, получается, да, в какой-то мере? Да, у нас многофункциональный, на мой взгляд, культурно-просветительский центр, в рамках которого есть место и конкретным занятиям для детей, без сомнения, мы продолжаем, и это основная наша задача, экскурсии, то есть знакомство детей с отраслью космонавтики. И, кроме этого, мы, конечно, придумали очень много иных форм, которые будут востребованы и детьми, и родителями, потому что мы все-таки ориентируемся, несмотря на то, что детский космический центр не только на детскую аудиторию, это родители, это студенты, это старшеклассники, огромное количество пенсионеров у нас бывает в здании, поэтому есть на все возрасты у нас предложения. Ну, давайте, собственно, основные моменты, которые вы считаете нужным сейчас осветить, которые актуальны на сегодняшний день, мы, собственно, озвучим. Вам ведь пришлось практически все с ноля создавать, да, ведь раньше у нас такого учреждения не было, вот какую-то вот эту программу общую работу, концепцию, может быть, какую-то, да? Да, абсолютно верно, то есть с коллективом музея Циолковского авиации и космонавтики, а я слушателям напоминаю, что все-таки это два здания, это здание самого домового музея Циолковского и детский космический центр, это единый комплекс, где можно посмотреть очень интересные выставки и в то же время найти себе и иные направления для самореализации. Поэтому мы, конечно, рассматриваем детский космический центр как культурно-просветительский объект, я уже об этом говорила, но в том числе это профориентационный ресурс, поскольку мы на базе нашего учреждения на сегодняшний день ориентируем как раз детей на те кружки, которые в дальнейшем связаны с наукой и техникой, с космонавтикой, с авиацией. И это востребовано на сегодняшний день, что не может не радовать. Кроме этого, совместная деятельность музея с учреждением среднего, среднего специального профессионального образования промышленных предприятий, на что мы очень надеемся, сейчас уже начали... А с промышленными предприятиями это какого плана сотрудничества? Ну вот как примерно. Только что свершилась договоренность с заводом «Авитек» о том, чтобы выставка той продукции, которую они производят, в один из наших залов были помещены. И такая выставка с условным пока названием «Авитек Родине» или «Авитек Армии» через то количество детей, которые у нас проходят, мы бы донесли возможность... Ну, во-первых, значимость того, что делает наше промышленное предприятие, и ориентировали бы их на те специальности, которые необходимы для того, чтобы... Кроме этого, у нас, например, есть... Хорошее такое научное шоу, называется «Миссия Космос», где физика, химия, но в очень наглядном, очень интересном виде преподается детям, которые тоже ориентируют на точные науки, что, собственно, для отраслей, о которых мы говорим, сейчас очень важно. Сколько сейчас ребят вообще, юных кировчан охвачено вниманием? Сколько ходят заниматься? У нас на сегодняшний день работает 7 кружков, у нас не очень большая аудитория, аудитория на 10 человек, соответственно, ну, это почти индивидуальная работа с детьми, что, собственно говоря, очень неплохо. Да, это, наоборот, хорошо, по-моему. Да, очень хорошо. И вот ежедневно какой-то из кружков обязательно работает. Есть, когда суббота, воскресенье, конечно, больше востребовано, и это по три кружка, например, занимается. Поэтому у нас постоянный процесс, несмотря на то, что даже у нас там понедельник, вторник, условно, для музея выходной, занятия для детей, в том числе понедельник, вторник у нас тоже проводятся. Буквально накануне открылись две новых выставки, я смотрю. Да, абсолютно верно. Да, на сайте и на странице ВКонтакте. Вы говорили о хорошей дате, день рождения Циолковского, и мы не могли никак пройти мимо. И буквально вчера, в воскресенье, открыли две новые выставки. Первая выставка – это физических приборов, причем приборы, естественно, 19-го, 20-го века. То есть такая историческая, да? Абсолютно верно. Историческая в старом здании нашего музея и совместно с Вятским государственным университетом, то есть с физиками, с кафедрой физики. Мы организовали такую выставку, и вчера уже первые посетители были очень интересно и поучительно. И видно вот эта динамика от тех предметов до современных, она очень хорошо прослеживается. И вторая выставка – это которая должна была, на наш взгляд, так смотивировать людей посмотреть по-новому, может быть, на нашу планету и помечтать о звездах. Это фото-выставка, которая в рамках конкурса проходила «Земля, колыбель, человечество». Другой колыбели нет у нас. Это как раз слова Цауковского. И люди интересуются… То есть это фото-выставка, да? Это фото-выставка. А чьи там работы? Работы приходили к нам с разных концов нашей Кировской области. То есть это еще как бы местные авторы? Конечно, обязательно, да. Очень было интересно, потому что есть ребята, которым там 5 лет, которые, в общем, на телефон сфотографировали, но получилась очень хорошая фотография. Есть те, кто специально ездил на островыезды, например, фотографировал звездное небо. Ну и есть те, кто путешествия по миру тоже нашел такие места, которые, на их взгляд и на взгляд всех окружающих, очень похожи на какие-то марсианские, лунные поверхности. Поэтому это было интересно. Несколько номинаций. И люди вчера получили заслуженные призы и подарки. Так, проект «Космолекторий». Давайте его тоже осветим. «Космолекторий» — это мероприятие сентября. Вот две встречи уже прошло. 20 и 27 сентября смотрю. Работы в космосе и среди нас, и эксперименты в космосе. Роботы. Да. Роботы в космосе и среди нас. А, это как вообще выглядит? Что это такое? Вот давай подумаем. Среди нас есть роботы? Среди нас есть роботы. Здесь в данное время нет, вроде бы не вижу. На самом деле, в августе еще месяц мы запустили такой проект. Называется «Космолекторий». Наши экскурсоводы разработали очень интересные, на мой взгляд, темы, которые просто интересны обывателю. Например, животное в космосе. Ну, сколько побывало этих животных? Как правило, все очень... Белка, стрелка, лайка. Точно отвечают про белку и стрелку. А мне кажется, это секрет еще. Сколько там именно их побывало? Нет или все уже рассекречено? Мы уже рассекретили, и поэтому это может быть интересно для общего развития, для развития детей, для семейных обсуждений вот этих тем. Поэтому в августе месяце мы начали проводить космолектории, лекции, которые начали посещать наши горожане. А в сентябре месяце, поскольку это месячник знаний всегда, мы, конечно, для того, чтобы привлечь внимание к такой интересной теме, мы бесплатно в течение сентября приглашаем всех наших горожан. Возраст, причем здесь не важен. Подача информации именно такая, что можно понять и ребенку, и взрослому, и это будет интересно. В общем, и возрастных ограничений тоже нет. Да, от шести лет мы приглашаем детей к нам вообще. И как раз рассказываются вот о тех темах, о которых вы только что сказали. Начинаются эти занятия в шесть часов вечера. Каждый четверг. Да, каждый четверг. Можно на сайте, либо в группе ВКонтакте Детского космического центра эту информацию найти. Мне очень нравится, что на сайте космоцентра есть ссылка на МКС онлайн. Там можно часами просто сидеть и наблюдать, как наша Международная космическая станция чешет. На высоте 400 километров со скоростью почти 30 тысяч километров в час. Где-то сейчас, смотрю, она над Атлантическим океаном пролетает. Да, кто интересуется, для ребят вот это очень интересное. Это на самом деле очень интересно, не только для ребят. Да. Светлана Шумайлова, руководитель Детского космического центра. Именно с ней мы беседуем. Небольшая пауза сейчас будет, после которой продолжим. Давайте еще об одном направлении работаем, поговорим. Детского космического центра. Это организация экскурсий, что называется, в Святая Святых. Да, это и Звездный городок. Это Космодром Байканур, Звездный городок. И другие какие-то. Центр Сириус в Сочи, в Лазире Орленок. С космическим развитием. Ну да, мне кажется, что это очень логично, чтобы те ребята, которые будут заниматься в детском космическом центре, они имели такие возможности. Возможности наяву посмотреть, как на самом деле происходят все эти процессы, связанные с запуском космических ракет. Это возможно. На самом деле запуск? Конечно. Почему нет? Можно попасть. Почему нет? Я думаю, что это возможно. Я уверена, что это возможно. И именно поэтому мы это направление для себя тоже выбрали. Хотим, чтобы и к нам приезжали дети в детский космический центр, но и те ребята, которые занимаются в нашем центре и будут показывать какие-то хорошие результаты, имели вот такие возможности. Кто-то действительно, может быть, станет космонавтом. Виктор Петрович, вот, Савиных, наш космонавт. А следующий, вот как раз, может быть, будет воспитанник нашего детского космического центра. Мы в это верим, коллектив наш на это рассчитывает. Поэтому все те объекты, о которых мы говорим, они должны, на мой взгляд, присутствовать и в жизни центра, и в жизни детей. Так космическая отрасль, она ведь не только из космонавтов состоит. Там, по-моему, людей, которые занимаются обслуживанием этих полетов, изготовлением всех этих вещей гораздо больше. Конечно. С расчетами всевозможными и так далее. Абсолютно верно. Но, наверное, каждый ребенок, каждый подросток, один раз увидев запуск космического корабля, будет понимать, что он может участвовать в этом большом процессе. Давайте поподробнее все-таки поясним, как, собственно, проработать вот этот вопрос. И появилось желание съездить на экскурсию в звездный городок, на Байконур, к вам обращаться, в детский космический центр. Мы, этот вопрос в рамках концепции у нас сейчас прорабатывается. Без сомнения, мы будем пока ориентироваться на тех детей, которые занимаются в наших кружках. То есть наши кружковцы, наши клубовские дети, которые и показывают какие-то хорошие результаты. То есть это часть такой формы поощрения, как бы, да? Да, я считаю, что это важно, поскольку ребенок вкладывает свои усилия, эмоции, и учится, знания получает, и профильное знание. Поэтому мы пока рассчитываем на наших кружковцев. Конечно, по большому счету открытия-то никакого нет. Если, например, зайти на сайт того же звездного городка, то там есть, собственно, организация экскурсий. Непосредственно можно уже выходить. Но там речь, конечно, идет о групповых визитах. Да, и если почитать описание этих экскурсий, то там прям очень активно, ну, не во все уголки, но в очень многие детей пускают. И отзывы, вот я смотрю, довольно-таки неплохие. Так, если говорить еще о планах на ближайшее будущее, новые направления. Вот, в частности, в информационном сообщении говорится, что у вас заключено некое соглашение с Центром развития туризма, даже Кировской области. В чем суть? Ну, мы очень хотим, чтобы со всех уголков нашей Кировской области и из других регионов к нам приезжали дети. Именно поэтому заключение соглашений с туроператорами, которые детей... То есть они просто включают ваш центр в схемы каких-то своих маршрутов, да? Да, да. Для того, чтобы приезжающие могли тоже посмотреть наш центр, наши экскурсионные, выставочные площади. Тем более таких центров-то на всю Россию... Ведь когда центр открывался, да, весной этого года, там же уделялось отдельное внимание на открытие, что мы должны стать не только для нашего региона таким местом притяжения, но и для ребят из соседних регионов. Тогда тоже говорилось об организации каких-то даже, возможно, железнодорожных каких-то туров, чтобы привозить сюда коллективно ребят. Мы считаем это отдельным направлением, да, поскольку возможности такого центра есть действительно не у всех регионов, а при Волжской федеральной округе там тем более. А их вообще сколько в России такого, ну, хотя бы такого уровня? Ну, говорят о четырех центрах на всю Россию, но на самом деле в одном есть такой планетарий, как у нас, а экспозиции нет. В другом, наоборот, есть хорошая экспозиция, но нет планетария. Поэтому вот такой комплекс, который у нас есть, он на самом деле, мне кажется, что уникален. И важно, чтобы ребята получили полный комплекс, в частности, тренажеры по виртуальной космонавтике, это те тренажеры, собственно, которыми пользуются реальные космонавты, очень интересуют детей. И не только детей. И не только детей, конечно. Потому что я когда посмотрел, как там дети этим занимаются, мне, честно говоря, самому захотелось очень просто попробовать все это, потому что нам реально очень интересно. Управлять этим всем. Нет, у нас каждую субботу и воскресенье, когда приходят там папы с сыновьями, то интерес в глазах на самом деле очень виден у пап. По-моему, у пап, да-да-да, гораздо больше. Ребята пытаются произвести стыковку, папа очень активно помогает, и видно, что вот точно на следующий раз он сам придет. Потому что когда папы были юными и сами мечтали стать космонавтами, этого не было ничего. Да, вот у детей могут прийти и на самом деле все это увидеть. Было только воображение. Было только воображение, никто даже толку не понимал. И по телевизору чуть-чуть показывали краешку, вот этот центр управления полетами, там буквально мельком, да, всякие-то люди, какие-то странные машины у них все это. Все засекречено, все было. Сегодня в 7 утра с космодрома Байконур. Точно так и было. Казахской СССР. СССР. Произошел запуск ракеты там в Восток. Ракеты-носители такой-то в космонавтном оборту. Что касается людей, которые работают в космическом центре, Светлана Витальевна, вот такой новый формат работы, много направлений. Есть ли дефицит сейчас? Вы кого-то ищете из преподавателей? Кто непосредственно занимается? Я вообще с самого начала понять не мог, откуда столько людей взялось в таком совершенно новом учреждении. Кто занимается в рамках кружков. Да, и именно людей компетентных, потому что я просто удивился. Времени на подготовку такой специальной вроде бы даже и не было. Откуда-то они все появились. Коллектив, который сейчас работает, это действительно... Ну, во-первых, часть из них это педагоги, конечно. Это те молодые люди, которые, в частности, работают экскурсоводами, которые закончили в основном исторический, филологический факультет, физический факультет. Есть работа у нас, кандидат наук, который ведет экскурсии на английском языке для всех групп, которые к нам приезжают в космос на английском языке в нашем детском космическом центре. Что за фишка такая? Приезжают русскоязычные люди? Нет, приезжают иностранцы. А, иностранцы. Для иностранцев на английском языке. Для иностранцев на английском языке, конечно. И это молодые люди, очень легко понимающие задачи, которые стоят, и увлекающиеся этой тематикой. Поэтому мне легко с ними идти дальше. То есть это и интеллектуальные игры, и квесты, это различные музейные уроки, акции всероссийские и сами, которые мы придумали. Ну, а то, что касается профессионалов, это, естественно, у нас есть и летчики, то есть реально пилотируемые. То есть те люди, которые, собственно, руководят вот этими клубами, кружками, которые у вас есть. Это те люди, которые имеют практику пилотирования на реальных Ми-8 или на самолетах. То есть да, у нас есть такие люди. То есть будучи ведь теоретиком, ты легко, понятно, доступным языком не объяснишь. Ну, сложно это будет сделать. Ребенку вообще надо... Почему это вот туда летит, а не сюда летит, да? Как-то надо другой совсем подход иметь. Это самая сложная задача, когда профессионал, особенно техник, физик, он еще должен быть педагогом, потому что если ты даешь теорию сухо, дети не задержатся. Просто ему кажется, все это давным-давно понятно. Понятно, да. Он начинает говорить, да, а ребенок стоит, он не понимает ни одного слова. Да, вот это вот как бывают такие ситуации. Работаем с пецсоставом, работаем с людьми, которые... Ну, и, конечно, они сами свои компетенции поднимают, повышают. Хороший коллектив. Давайте еще пройдемся по материально-технической базе, которая находится в распоряжении Детского космического центра. Ну, мы помним, что уникальные приборы, аппараты... Планетарий. Планетарий, непосредственно, да. Он цифровой. Цифровой планетарий с астросимулятором. Это огромный плюс, поскольку мы в результате можем не только транслировать фильмы на куполе, но и самостоятельно делать некие лекции, программы и фильмы, чем мы, собственно, и занимаемся. Очень увлеченный коллектив Планетария. И люди... Ну, вот всем интересно и нравится Космическая почта, например, да, когда наш робот... Что это такое? Робот-космик, который встречает вас на первом этаже. Он не на все ваши вопросы может ответить. А, Николай рассказывал, он имел опыт общения с этой... Да, безусловно. Штуковиной. Я даже разгадал одну из его штуковин. И вы можете просто, как и раньше, написать на листочке свой вопрос, в почтовый ящик наш специально отпустить, и через некоторое время вас пригласят в Планетарий на ответы на эти вопросы. То есть Космик делает ответы, например, по определенной тематике. Тематика Луна. И все вопросы по Луне, которые задавали, эти на Куполе можно увидеть. А он только на космические темы? Нет. На жизненные, бытовые он не отвечает? Да, он даже танцевать может и песенку. А, танцевать может. Сам Космик, да. Но в Планетарии... Как сварить борщ, например? На космический. Космик ответит, конечно. Ответит. Ты там можешь даже попробовать космический борщ, собственно говоря. В тюбиках. Да, в тюбиках у нас питание космическое тоже. У вас аппарат там стоит, по реализации, да. Короче, Владимир, тебе пора сходить в детский космический центр. Ну, я думаю, что подрастут дети. Ты не жди, пока они подрастут. Ты сразу сам сходи сначала. Чтобы их уже ввести с сознанием дела. Нет, я просто гарантирую, тебе это будет очень интересно и без подросших детей. Буквально минутка-полторы у нас остается до рекламы и до завершения нашей беседы с Светланой Шумайловой. И Светлана Витальевна, прокомментируйте, пожалуйста, участие детского космического центра в проекте с участием еще музыкального театра, открытия фонда здорового поколения. И это будет какой-то вот нам анонсирует шикарный мюзикл. Космический мюзикл. Да, премьера которого состоится в следующем году. Что это такое? Ну, насколько я понимаю, к губернатору Кировской области обратилась фонд «Здоровое поколение». Всегда такие благотворительные проекты поддерживаются. И идеей этого года было создание космического мюзикла. И вот уже на этой неделе, 21-22, то есть выходные, будет проведен кастинг тех детей, которые могут участвовать в этом космическом мюзикле. Кастинг у вас будет проходить, да? Да, да, да. В здании детского космического центра. Поэтому я думаю, что это тоже тема для детей интересная. И не только технические направления, но вот в том числе и творческое направление. Мы поддерживаем условия. Мы разрабатываем свой собственный проект. Называется «Лунная соната». Это когда в планетарии, под звездами звучит живая музыка. Этот проект у нас уже на выходе. Мы вас обязательно пригласим и приглашаем всех наших слушателей. А вот этот проект, это проект совместный, партнерский, который даст возможность ребятам из разных семей, если ты талантливый, принять участие. Вы, наверное, тоже заинтересованы, чтобы дети, которые приходят на занятия в космический центр, тоже, возможно, участвовали. Да, конечно, если им это будет интересно, то без сомнения. Ну, вы тут, получается, как просто площадку предоставляете, да? Мы предоставляем площадку и поможем, естественно, с организацией этого процесса. Ну, а сама премьера постановки, нам говорят, должна все-таки на сцене драматического театра состояться. Ну, наш конференц-зал, он для больших премьер таких не очень подходит, поскольку как раз для семинаров, конференции рассчитан. У вас такой трансформер. Да. Зал так тоже очень интересный. Мы уже наслышали. Александр Александрович Галлицкий, да, как раз в восторге. Да, когда про форум говорил, он говорил про то, что... Появление детского космического центра, проблема с поиском места такого шикарного, когда и подзвучивается все, да, и когда... Когда можно, да... То, что в соседнем помещении происходит, да, ничего не слышно, и все это быстро трансформируется. Спасибо большое за визит к нам, Светлана Шумайлова, руководитель детского космического центра. Сейчас у нас реклама. На этом программа «Мужской понедельник» завершается. Я не прощаюсь, кстати, до встречи в особом мнении через полчаса с небольшим. Ну, а через минуту слушайте программу «Говорит Киров» с участием Дмитрия Печенкина, замначальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. И речь там пойдет об осенних субботниках, которые стартовали в областном центре. Светлана, спасибо. Удачи вам, успехов. Всего доброго. «Говорит Киров». Здравствуйте, это программа «Говорит Киров». У микрофона Владимир Сметанин. Мой собеседник Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. Тема сегодняшней передачи – месячник осеннего благоустройства. Администрация объявила даты проведения осенних субботников. Сегодня об этом поподробнее говорим. Ну, это процедура традиционная, она у нас ежегодно объявляется. Давайте напомним основные цели, задачи и, собственно, какие силы тут планируется задействовать. Ну, действительно, Владимир, правильно вы сказали. Это традиционная у нас сложившаяся уже практика из года в год. Мы весной и осенью проводим мероприятия по санитарно-очистке и благоустройству территории города. И вот с 15 сентября, с текущей субботы, мы стартуем месячник осенний 2018 года. В рамках этого месячника мы планируем провести ряд общегородских субботников. Ну, соответственно, они будут в этот период проходить каждую субботу. Я еще раз напомню, что это будет 15, 22, 29 сентября и 6 и 13 октября. И что хотелось бы отметить, вот как раз с 15 сентября, когда мы стартуем нашим месячником, мы подпадаем под всероссийскую акцию, которая называется «Генеральная уборка страны». Она будет проводиться по всей территории России. Это так получилось, что совпадают даты? Это, видимо, так случайно получилось, но мы как раз ориентировались на эту дату, но попали под такую всероссийскую акцию. Значит, и 15 сентября мы планируем ряд городских площадок для участия, в том числе сотрудников и администрации, и городской думы, и руководителей города. Основные виды работ, которые мы планируем в течение как раз осеннего месячника, есть, конечно, небольшое различие между весной и осенью. Планируем провести мероприятие, в том числе по посадке новых деревьев. Как раз вот с сентября-октябрь у нас попадают под те агроклиматические сроки, которые благоприятствуют для посадки новых деревьев, которые в летний период не стали. Ну и можете сейчас рассказать, где конкретно запланирована высадка деревьев, что за деревья? Значит, на текущей неделе, вот в рамках первого субботника, мы планируем массово, да, 15-го в парке Кирова организовать посадку с участием, в том числе, руководства города. А где там непосредственно, я там езжу, регулярно прогуливаю? Там определено несколько территорий. В принципе, этот дендерплан, который дирекция зеленого хозяйства подготовила, он уже утвержден всеми, согласован. Это у нас такие плановые работы, которые в течение летнего периода мы проводили. Ну, места мы уже там все обошли, просмотрели. Подгодовительные работы уже к субботе будут проведены, что вот как раз в рамках субботника высадить там порядка 50 новых деревьев. Ну, породы подобраны деревьев, как раз подходящие к нашему климатическому поясу Кировской области. Ну, отмечу, может быть, парочку. Что это клевное или что это? Это и липы, и березы. Ну, вот те зеленые насаждения, которые у нас приживаются лучше всех. Они будут высаживаться в какой-то аллее, компактной, или в разных частях парка Кирова? Они будут, мы все-таки планируем их высаживать, ну, чтобы как-то систематизировать посадки в этом же парке Кирова, там и частичные аллеи, и вот в таком порядке, который, ну, грубо говоря, там, если позволит, в шахматном порядке, ну, чтобы в последующем получить вот такие красивые аллеи деревьев. Ну, вы, безусловно, понимаете, что, собственно, зеленый фон парка имени Кирова надо серьезно обновлять. Да, действительно. Там очень много таких ветких старых деревьев, которые мы в течение, в том числе, там, и летнего периода пытались убирать, и эти мероприятия, они будут продолжены. Вот буквально на этой неделе дирекция зеленого хозяйства у нас провела определенную работу там по вывозке тех порубличных остатков, которые оставались, тех веток, которые, на самом деле, после там, в том числе, сильных ветров падают. То есть по парку Кирова, учитывая, что и площадь этого парка у нас одна из самых больших, работы хватит не на один год, в том числе и в плане благоустройства и новых посадок. Кто непосредственно будет заниматься высадкой? Сотрудники дирекции зеленого хозяйства? Все подготовительные мероприятия у нас проводят, конечно же, специалисты, чтобы в дальнейшем растения приросли, но в посадке будут участвовать, в том числе, и сотрудники администрации города. Тер-управление Ленинского. Тер-управление, да. То есть вот одна из массовых точек проведения субботника общегородского, наверное, старта месячника, это будет парк имени Кирова. Ну, также на территории города у нас и в субботу будут проводиться субботники там на набережной, в том числе на Нижней набережной, в Первомайском районе, сквер на Динамовском 10. Там в чем суть? Это грабление, так называемое, уборка мусора? Будет сбор мусора, сбор веток. Ну, как правило, мы листву перед зимним периодом стараемся не убирать, потому что есть разное мнение, что листва, наоборот, приносят для плодородного слоя. Это гумус, да, собственно говоря. То есть сбор мусора, сбор веток, сбор каких-то отходов там, если они необходимы. И также по всем другим территориям, которые будут в период этого месячника убираться, вот как раз предусматриваем именно такие работы. Работа с зелеными насаждениями, где-то уборка, например, цветников, которые уже отцвели, где-то уборка веток, где-то уборка мусора. Как простые жители могут поучаствовать? Вот они увидели даты, увидели время, куда можно прийти, что требуется. Просто прийти, инвентарь весь будет выдан. Для жителей. Ну, смотрите, вот это постановление, которое вышло, там есть разные направления, которые будут в рамках месячника осуществляться. Это и работа управляющих компаний по уборке своих дворовых территорий, работа в том числе территориальных управлений с предприятиями, организациями по уборке своих прилегающих территорий. То есть жителям в первую очередь, те, кто живут в многоквартирных домах, ну, в первую очередь надо обращаться в управляющую компанию, чтобы, во-первых, определить дату, время и виды работы, что необходимо сделать на своей дворовой территории, либо в свое территориальное управление по району. То есть в каждом территориальном управлении есть отделы благоустройства, сотрудники отделов благоустройства в том числе принимают заявки на определенные территории, где необходимо. Либо это дворовая территория, либо, может быть, какая-то парковая территория, либо предприятие какое-то, возможно, хочет выйти там, кроме своей прилегающей территории, убрать какую-то там территорию общего пользования, тот же парк сверх какой-то прилегающий. Есть такая практика. По дням, по времени это все возможно согласовать. Если это парковая территория, то здесь мы обеспечиваем инвентарем, если необходимо грабли, мешки. Территориальное управление все это отрабатывает. То есть на данной стадии необходима, наверное, активность самих жителей, чтобы привести свои и дворовые территории, и прилегающие территории, не только жителей, всех предприятий, организаций, да и вообще всех лиц, которые у нас осуществляют какую-то предпринимательскую, либо иную деятельность на территории города. Транспорт, он будет предоставлен для вывоза собранных этих веток, мусора? Все отходы, которые мы в рамках субботников собираем с общегородских территорий, мы вывозим в том числе за счет ликвидации несанкционированных свалок, либо за счет подрядных организаций, которые содержат как раз уличную сеть. Ну а соответственно, те отходы, которые будут собраны, тот мусор, который будет собран на дворах, ну это здесь ответственность управляющей компании. Традиционно, скажите, пожалуйста, жители нашего города активно участвуют в таких мероприятиях в уборке, осенние имею в виду, или как-то картина, она из года в год, ну не очень такая массовая? Мы традиционно в рамках вот этих мероприятий, месячников и весеннего, и осеннего, стараемся как раз акцентировать вопросы благоустройства городской территории. Я бы, наверное, отметил, что традиционно активно участвуют у нас жители, где особенно созданы какие-то активы, инициативные группы, органы территориального, общественного самоуправления. Есть предприятия, которые сами там без напоминаний выходят и прибирают, ну тут, грубо говоря, закрепленную территорию, которая там на протяжении последних, может быть, десятилетий за такими большими предприятиями закреплена. Ну вот, как пример, там на Октябрьский проспект у нас выходит там и АЦМ выходит, и завод 1 мая, то есть, ну, по традиции это сложилось, наверное, еще из вот советских времен. Ну да, да, из года в год, собственно, да, это все мы видим, все это организуется. Ну, в любом случае, мы из года в год, наверное, призываем еще более активно участвовать в уборке своей территории, той территории, где вот мы как раз проживаем, где ведем свою, в том числе, деятельность. Образовательные, социальные учреждения тоже будут задействованы, да, там, не только предприятия. Школы, образовательные, детские сады, школьные учреждения, все у нас полностью, в том числе и студенческие, сейчас начало учебного года, как раз высшее учебное заведение, призываем также активно участвовать. Ну, вот, я отмечу, наверное, что основной, как бы, пласт работы с населением по благоустройству в период этот ложится на территориальное управление, потому что основная из функций наших районных администраций, так сказать, это как раз работа с населением. Но эта практика, она уже отработана также, наверное, на протяжении последних лет. Ну, еще раз повторюсь, многое зависит от активности самих жителей города Кирова, потому что, опять же, тот же мусор, те же отходы, они так просто не возникают на тех же улицах, на тех же парках, тех же дворах. Ну, я так понимаю, что по большому счету ведь и не обязательно именно вот в эти, да, озвученные даты выходить на уборку, если жителям удобнее в другое время собраться, то почему бы и нет? Если жителям удобно собраться в течение любого дня на рабочей неделе, либо это будет даже воскресенье, ну, общегородские субботники мы обозначаем именно для проведения вот таких мероприятий с привлечением в том числе и сотрудников органов власти, и правительства области, администрации, наших подведомственных учреждений. Ну, любая организация, любой житель может и в течение рабочей недели все эти мероприятия свои провести, потому что кто-то выходит на приборку своего двора и там вечернее время, есть такие случаи, ну, по крайней мере, пока позволяет световой день, кто-то выходит выходные, потому что в течение рабочей недели, ну, по объективным, наверное, причинам не получается это сделать. Вы лично, уж в завершении нашей беседы задам этот вопрос, возьмете в руки инструмент? Я лично планирую 15 сентября начать, наверное, месячник с территории парка Кирова в том числе. Восколько там сбор? В 9 часов. В 9 утра, да, традиционно. То есть все желающие могут участвовать в этих общегородских мероприятиях. Я думаю, что работы хватит на всех, кто пожелает присоединиться. Спасибо. Дмитрий Печенкин, замначальника Департамента городского хозяйства, администрации нашего города, поговорили о осеннем благоустройстве, об осенней уборке города. Всю информацию подробную по датам проведения, по местам можно найти на сайте городской администрации. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Говорит Киров